Привет у микрофона Саша и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. В начале этой недели яблочная компания выпустила релиз iOS 13.2.3, обзор на который уже есть на канале. И вот 20 ноября вышла третья бета-версия iOS 13.3. Сейчас разберемся, что же в ней поменялось, как она работает и главное, стоит ли обновляться. Также Apple выпустила чехол-зарядку для iPhone 11 и 11 Pro. В ней есть очень интересные изменения, так что в конце видео подробно расскажу про новый смарт-баттери-кейс. Устраиваемся поудобнее и погнали! Если вы зайдете в настройки вашего Wi-Fi, то увидите, что появилась функция экономия данных. Если включить ее, то вы будете использовать меньше трафика. В настройках AirPlay и HandOff появилось описание функции поднести iPhone к HomePod для переноса музыки. Также появилась новая анимация для функции поделиться музыкой на двое наушников. Сама фишка стала работать гораздо быстрее и срабатывает отлично. Немного изменилась иконка кейса AirPods Pro в виджетах. И также кейс по умолчанию теперь называется просто AirPods Case, а не AirPods Pro Case, как было раньше. Возможно это баг, а возможно это говорит о том, что скоро выйдет версия AirPods в таком же дизайне, как у AirPods Pro, но без функции шумоподавления, например. И по идее такие наушники должны стоить дешевле. В свежей бете упор был сделан на оптимизацию браузера Safari. В нем исправили много багов. В самой системе тоже исправили ошибки, впрочем, как всегда. Но вот самое интересное, что в этот раз Apple реально ускорила iOS. Система на моем iPhone 7 Plus просто летает. Она явно стала быстрее по сравнению с iOS 13 3 Beta 2. Причем это подтверждают не только живые тесты, но и тестирование в Geekbench. Это реально радует. Но вот что касается батарейки, то тут все печально, друзья. Она не стала лучше и держит на уровне прошлой беты. Кстати, я уже провел довольно интересное и детальное сравнение батарейки iOS 13, которое вас удивит. Я выпущу видос про тестирование батарейки сразу же, как это видео наберет 2000 лайков. Поэтому дерзайте, друзья. Никаких новых обоев, к сожалению, нет. Так что я уже для вас сделал свежую подборку лучших заставок в своем телеграм-канале. Еще там новости и эксклюзивный материал. Так что ссылка вас ждет в описании. Однозначно рекомендую ставить новую бету, если вы уже сидите на iOS 13 3. Если нет, то ставить не советую, потому что тут нет ничего интересного, кроме небольшого увеличения скорости. Также Apple выпустила новые смарт-баттери кейс для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Прямо сейчас их уже можно заказать на сайте Apple за 129 долларов США. Я впервые рассказал о том, что Apple выпустит этот чехол еще осенью. Главной фишкой нового кейса является специальная кнопка камеры, которая автоматически запускает приложение камера. Кнопка находится в нижней части корпуса, на той же стороне, что и кнопка питания. С ее помощью приложение камера запускается независимо от того, заблокирован или разблокирован iPhone. Быстрое нажатие кнопки делает снимок, а более длительное нажатие начинает запись видео Quick Take. Это работает и для селфи. В остальном дизайн чехлов не поменялся. Они сделаны из мягкого на ощупь силиконового материала с подкладкой из микрофибры внутри, чтобы защитить ваш iPhone. Кнопка эта, конечно, круто и удобно. Но есть ли улучшения во времени работы кейса? Apple заявляет, что с полностью заряженным чехлом Smart Battery Case, ваш iPhone будет работать на 50% дольше. Кроме того, чехол совместим с зарядными устройствами стандарта Qi. Его можно заряжать одновременно с iPhone. Также имеется порт Lightning для стандартной проводной зарядки. А также чехол можно еще быстрее заряжать с помощью зарядного устройства с поддержкой стандарта USB Power Delivery. Apple не первая компания, которая предлагает подобные чехлы с батарейкой. Но многие люди предпочитают именно их чехлы, потому что есть уникальная интеграция вместе с самой системой. Например, можно увидеть уровень заряда батареи на экране блокировки, либо через виджет. Чехлы Smart Battery Case доступны в трех цветах. Черный, белый и розовый песок. В России такие чехлы продаются за 11 176 рублей. Доставка начнется через 2-3 недели. Будете ли вы покупать новый чехол от Apple для своего iPhone 11? Или вам достаточно его автономной работы? Обязательно пишите об этом в комментариях и также пишите, как у вас работает новая бета-версия iOS 13.3. Обязательно подписываемся на канал, чтобы быть в курсе самых интересных событий. И жмем на колокольчик, чтобы получать видео самым первым. Думайте иначе. Пока!